Помню, кстати, это очень хорошо, потому что я был маленьким ребенком, и я рисовал как бы все время. И почему-то родители говорили, что я как бы художник. Но самое интересное, что потом, позже, когда уже история, когда я уже решил, что я буду художником или музыкантом, я сказал своей матери, что я буду художником, и она совсем не поняла это, просто не поняла. Был такой случай, кстати, тоже интересный. То есть, когда меня отдали в художественную школу, у меня как тест такой небольшой был. Учительница дала мне нарисовать консервную банку. Я нарисовал банку консервную с овалами. Потом мой ум включился, и мне показалось, что это не очень как бы аккуратно. Я нарисовал прямые линии, просто получился такой квадрат. Но учительница это заметила. Мне было 6 лет. Учительница заметила, и она сказала, а почему ты вот стер вот эти линии, а сделал вот такой квадрат. Ну, я сказал, что мне показалось, что это как бы не perfect. То есть, не... Вот. И, в принципе, с того времени как бы я стал рисовать уже постоянно. То есть, я стал рисовать как художник в художественной школе. Сначала 4 года. Потом, после института, я рисовал в армии. Я был профессиональным, ну как, внештатный художник в армии. И следующий этап после окончания института, я стал уже профессионально работать как художник в анимации. И первый мой проект был, кстати, интересно. Был озвучен, был для Диснея озвучен Сигони Вива, звезда Эльянс. Не знаю, как ошибки или не ошибки. Вообще, главное, чтобы начинающий художник старался искать свое лицо, свое... Английское слово personality. Потому что, если ты, как бы, копируешь чей-то другой, как бы, да, опыт, ты не развиваешь свой. То есть, поэтому лучше всего делать свое лицо уже на раннем этапе, стараться искать те материалы, которые нравятся, если нравится рисовать маслом, рисуй маслом. Если нравится, там, карандашный рисунок, рисуй карандашом. Если нравится digital painting, рисуй digital painting. Старайся, старайтесь работать, развивать свое внутреннее личность, не знаю, стиль. Ну, у меня, как бы, с этим, я стараюсь, как бы, вообще, гордость такая довольно интересная штука, на самом деле. Потому что, ну, моя жена, она мне, как бы, рассказала какую-то мудрость известного гурлу. Она сказала, представьте себе, что такое гордость, да? Это, ну, эго. То есть, это вот горошина. Размер горошина, такой маленький. И поместите эту горошину внутри юниверсию. То есть, в глобальном. То есть, даже в размере Земли, в размере человека даже, это совсем маленькое. То есть, поэтому, как бы, с этим надо бороться. И часто так происходит, что мне, как бы, мои рисунки, они более функциональны, нежели чем гордость какая-то. То есть, например, мне нравится рисунок, который я могу повесить на стену. И я повешу его на стену. Мне нравится рисунок, потому что это рисунок моей дочери или моего знакомого друга. И тогда да, и если он хорошо получился, если он узнаваемый, и есть реакция вокруг положительная, то за этот рисунок я, как бы, горжусь. Тут такой, довольно такой сложный прогноз, в принципе, вопрос, как бы, хороший, ему трудно понять, если киноиндустрия движется куда-то. Я точно считаю, что та киноиндустрия, которая движется как фильмы Marvel или там DC или Super Hero Movies, это не развивает киноиндустрию. То есть, киноиндустрию развивают фильмы, которые остаются в душе, которые заставляют плакать, которые дают, заставляют смеяться. Вот эти фильмы, они не исчезли, они есть, они появляются, и с каждым годом появляется новый фильм, который сделал какой-нибудь другой режиссер дней, режиссер там Super Hero Movies. Мне нравятся старые, не то, что старые, старые, но просто российские фильмы, мне нравятся старые российские фильмы. Мне нравятся... Кстати, вот первый фильм, который, я помню, прослезился, назывался «Белый бим, черное ухо». Такой просто фильм. Я помню, сейчас вспоминаю, у меня просто ком в горло и слезы наворачиваются. Потому что я помню этот финальный кадр, и когда у нас в зале мы из школы ходили в этот самый, в кинотеатр, и один у нас парень соседнего класса, он просто зарыдал в открытый голос, просто не справился с собой. Фильм, действительно такой мощный фильм, и фильм хороший, и как бы история. Был такой же фильм, кстати, недавно я смотрел какое-то японское название, американский фильм тоже про собаку, который хозяин умер. Кротико. Да, да-да-да. Вот, но тоже похожий сюжет, как бы такая же, собака там и... Мне нравится «Ирония судьбы» или «Слегким паром». Отличный фильм, по-моему. Мне нравится... Какие же фильмы мне нравятся? Да, я сейчас... В общем, не важно. Вот книгу я вспомнил, мне нравится «Волшебник из Амрудного города». Ну, то есть, или «Волшебник Оз», «Странный Оз». То есть, очень хорошая книга. Будущим художником работать, работать и работать. То есть, вот то оставление, которое нам давал великий вождь в свое время, на самом деле она работает хорошо. Почему? Потому что, если ты не вкладываешь ничего, ничего не отдаешь своего, то ты ничего и не получишь. То есть, поэтому это как закон взаимообмена такого. То есть, поэтому художник, чтобы получить что-то, стать успешным художником, развиться, ему надо очень много трудиться. То есть, это самое главное правило. Такие периоды бывают, но они, как бы, к счастью, не такие прям уж затяжные. То есть, бывает, например, бывает у меня такое, когда я один, семьи нету, и я думаю, что вот сейчас я там сделаю много, нарисую какую-нибудь картинку красивую, там еще чем-нибудь. То есть, они уезжают, и у меня пустота. То есть, я ничего не могу делать. Такое было пару раз. То есть, я просто смотрю фильмы и туплю, туплю, если так говорить, каким-то таким выражением. Вообще, как справляюсь? Обычно я, ну как, если профессионально, да, то есть, если подход профессиональный, то я как бы не, ну, то есть, я просто переключаюсь, я как бы затормаживаю свой процесс плавно и начинаю просто делать медленно, работать медленно. Включаю музыку там в наушники и просто работаю медленно, тупо работаю. И потом раскачиваюсь, 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 раскачиваюсь обратно. Вхожу в свое нормальное состояние рабочее. Только так. То есть, не останавливаться, не сидеть там, как зомби, а именно, знаешь. С вами был Андрей Рябовичев для CG Story.